Всем привет, ребята! Так, протестировали мы наш новый термопод. Сейчас вам всё расскажу. Какие нюансы мы определили или увидели. Ну, это нюансы, не нюансы. Но сейчас я вам всё расскажу. Так, в общем, вчера вечером Женя пришёл. Я не помню, во сколько мы вечером его закипятили. Вот сейчас у нас время уже полшестого. Вчера, я не помню, или без 28, или 20 минут 8 он закипел у нас. Вот до сих пор вода, кипяток. Повторно он не включается. Ну, я не слышала, не видела, чтобы он кипел заново. Вот он стоит, тут кнопочка такая зелёненькая горит, термос. Вот на термосе он и стоит. Вот здесь уровень воды, вот так показывается, вот шкала вот отсюда. Видите, тут такие полосочки, трубочки. Вот тут сейчас столько воды. Объём 6,8 литра. Это всего корпуса объём имеется в виду. А внутри колба всего лишь на 3, по-моему, или 3,5 литра. Даже Женя, по-моему, 3 набирал. Ну, пусть 3,5. Точно мы ещё не выяснили. Так что нормально. Почитала комментарии. Спасибо, можно наклейку отодрать. Сниму эту наклейку, чтобы её не было. Так, потом Светочка там написала. Света, привет тебе. Если будете заказывать, будьте внимательны. Потому что термоподы есть с помпой, которая подкачивает воду, а есть без. Вот, например, есть вот у нас насос. Сейчас я вам расскажу, а потом покажу, как мы им пользуемся. Вот я насос нажала, водичка побежала. Тут есть ещё такая вот такой краничек. Тут и кнопочка такая под низом. Чашечку поставили, водичка побежала. Но если не будет электричества, у меня ничего работать не будет. Для этого есть помпа, которой можно закачать воду без электричества. Всё, вода горячая. Вы себе раз-раз накачали, и всё замечательно. Сейчас я вам покажу, как я им пользуюсь. Так, сейчас возьму чашечку. Я тут только посуду перемыла. Давайте возьмём чашечку. Так, ребятки, буду вам показывать. Ну, может, у кого-то нету, вы тоже захотите себе такой термопод. Смотрите, вот тут есть написано три способа подачи воды. Мы вчера с Женей смотрели, смотрели, не можем понять, как тут можно набрать. А тут, оказывается, вот так чашечкой давишь, вот, подставляешь, нажимаешь на кнопочку. Видите, пар идёт. Вода, кипяток. Вот, видите, парует. Уже скоро будет через 2 часа в сутки, как вода горячая. Дальше. Потом я нажимаю вот так, можно набирать. И включить эту помпу. И вот так тоже прокачивать. Ну, это если вдруг не будет электричества, можно вот так набрать водичку. Вот. Вода порует. Так что мы пока довольны. Всем довольны, всё нравится. Слава Богу, что тут не 7 литров воды. Ну, зачем такой большой объём, 7 литров? Рано убрала чашку, водичка капнула. Достаточно нам 3 литров на целый день за головой. Правильно? Так что, всё, довольны, рассказала вам про наш термопод. А мы что же, Женя начал вчера набирать воду. Заливает воду. Я говорю, бери целую баклажку, 6 литров. И он набирает. Он говорит, Наташа, там всего лишь полбаклажки ушло. 3 литра, оказывается, объём. А полностью считается 6,8. Ну, зачем писать, зачем вы пишете там, где вот показывается уровень воды 6,8 литров? Обманывает? Обманывает. Потом Женя нашёл в розетке вот такой термопод. Он сейчас по акции 999 гривен стоит. Ну, почитал отзывы тоже. Ну, все кинулись, клюнули на то, что 6,8. Может, для кого-то надо много воды. Большая семья. И люди разочарованы. Говорят, зачем обманывать? Ну, нигде не указывается, что 3 литра. Потом, что ещё? Не указывается, сколько держит термос. Ну, сутки или сколько. Не знаю, как он держит температуру. Но он включенный в розетку у нас. Вот, включили. Он стоит включенный. Вот так пробую. Он тёпленький. Ну, так. В общем, ну, нормально, довольный. Сейчас отдеру наклейку. Если не будет отдираться, как вы мне научили, феном подуть, тогда она отстанет. Потому что она для гарантийного этого никакого отношения не имеет. Не имеет. Потому что никаких... Ну, как вот написано, срок гарантии 4 года. Это производитель, а никто там ничего не будет. Вот. Обошёлся он нам почти 900 гривен. Там без каких-то копеек. 900 гривен это с доставкой. Ну, и с пересылкой. Ну, наложкой мы заказывали наложенным платежом. И, ну, обратно деньги, в общем, за перевод взяли. В общем, 900 гривен вышел. Там 800, почти 900, короче, округлевая. Вот. Но в розетке он дороже. 999 по акции. А так он или 1200 или 1300 стоит. Ну, Женя где-то в другом месте нашёл. Даже не знаю, на каком сайте. Вот. Такие дела. Я сегодня целый день на разъездах была. У меня целый день дома не было. По делам ездила. Но не снимала. Потом приехала, бегом покушала. София на музыку. Ой. На английский съездили. Даже на музыку сегодня не пошли. Потому что вот такой у меня день сегодня. Занято было. Занято, занято. Даже камеру вот эту только взяла в руки телефон. Для меня... Я еду уже Софии в автобусе. Я говорю, София, я сегодня даже ничего не снимаю. Мало. Уже, наверное, приехали во сколько? В три. Начало четвёртого домой. Да, наверное, в полчетвёртого ещё в АТБ зашли. И этот... Ну, пришла домой. Давай я вам видео загрузила. То, что я снимала вчера. И этот... На комментарии хоть немножко поотвечала. И сегодня, ребята, представьте, поломала ноготь. Не знаю даже где я его стукнула. Никогда у меня такого не было. Всегда идеально всё. Ну, позвонила Ане завтра. Она мне сказала, наберёшь меня. Ну, это придётся наращивать. Он как сбит. Или ударила я чем-то. Ну, не знаю. Микузька, шо ты хочешь? Ещё сейчас... Сейчас вам ещё покажу. У нас тут есть маленький подарочек. Покажу вам подарочек. Вот такой у нас подарок. Будем кофе варить. Такая вот кофемашина. Де Лонги. Нам такой подарок сделали родственники. Хороший подарок. Теперь придётся ту кофеварку убирать, наверное. Ну, не знаю. Женя придёт. Он ещё и вы не дома. Будет разбираться, как тут пользоваться. Потому что, я не знаю, тут и кофе где-то засыпается. Можно, ну, перемолоть зёрна. Ну, вообще-то тут много функций всяких разных. Вот такая. Спрашивали у меня, если бы сейчас по поводу техники, что у нас всё чёрная, чёрная техника. Какую бы я сейчас покупала, если бы заново? Наверное, бы такую и покупала. Единственное, я хочу белую кухню. А чёрная с серым техникой мне нравится. Ну, такая бытовая техника. На свете печка чёрная. Всё там с остальным. И вот ещё один у нас кухонный девайс появился. Так что, не знаю. Наверное, бы тоже покупала такого же цвета. Залазь. Лохмачка моя. Бантик спал. Ещё скучилась за мамой. Мамы целый день не было. Целый день мамы не было. Вот, ребята, такие дела. Надо чайник ещё помыть, убрать. Потому что тут немножко, смотрю, ляпки. Вымыть, убрать, наклеечку снять. Такие у нас дела. Так. У нас сегодня пасмурно. С утра солнышко было. А сейчас пасмурно. Ну, уже время ж, конечно. И ветер такой сильный поднялся. Но на улице не холодно было. Не холодно сегодня, нормально. Вот такие делишки. Так. А мне надо там заниматься кое-какими делами. Сейчас пойду. Там, наверное, там два дня надо будет кое-чем позаниматься. Кое-чем позаниматься, да? Дяйка. Носик. Носик. Маленький мой носик. Там спрашивают в комментариях, будем мы Микусю сводить. Не знаю, ребята, еще. Не знаю. Не знаю. Лапка моя лапка. Тебе надо прическу переделать. Соскучилась так за мной. Соскучилась за мамой. Моя девочка лохмачка. Сейчас я тебя расчешу. Жалуйся, жалуйся, жалуйся. Пожалуйся, да. Пожалуйся мне. Пожалуйся. Так что нормально. Термопотом довольны. Ну вот. Может он ночью включался, кипятил. Я не слышала. И меня днем целый день не было. Но вот когда я буду целый день дома, я буду обращать внимание, будет ли он кипеть. Может он повторно кипятился. Сам температура падает. И потом он снова набирает ее, как бак. Не знаю. И не нашла нигде в инструкции, какую температуру он держит. 98 градусов. Или сколько. Ну чай наливала. Вот видите, я вам наливала в воду кипяток. Работает тихо. Вчера поставили. Правда долго он закипал. Потому что Женя сказал, мощность не сильно большая. Поэтому было долго. А так, ну тихонечко работает. Нешумно закипел. Только когда закипел, ну пока кипел, я его немножко в сторону отставила. Потом шапар сильно там выходил, чтоб на шкаф. Я говорю, Женя, а раньше чайник стоял как паровал. Тоже на шкаф. Седа шкаф был мокрый, влажный. Мокрый, влажный. Так, завтра выходной. Это видео вам выйдет уже в выходной. Так что всем хороших выходных, ребятки. Всем хороших выходных. Зайка моя. Пальчики мне облизывай. Скажи, мам, ты так надолго сегодня ушла. Она аж обиделась. Аж обиделась. Я пришла, потом снова ушла. Поднимаясь по ступенькам. Ну, там, на пару минут вышла. Снова. И она прям скулила, плакала. Ее ж нельзя надолго оставлять дома этих собачек. Они не могут быть одни. Не скучают. Он лижет мне ручки. Сказала, мамуля вернулась. Наконец-то вернулась. Так, буду с вами готовить новый рецепт. Я сегодня пробовала. Меня угощали. Это так вкусно. Так просто, девочки. Так что приготовлю. На днях, думаю, приготовлю. Может, воскресенье приготовлю. Ну, обещать не буду, но в ближайшее время прям будем готовить. Я даже маме рассказала сегодня. Только что, ну, перед тем, как видео снимать, маме звонила. Или мама мне звонила. Уже не помню, кто кому. Мама мне позвонила. Я ей рассказала. Я говорю, попробуй приготовь. Папе понравится сильно. Так что с вами тоже приготовим. Вам понравится. Прям первый раз я такое пробовала. Первый раз и в захвате. В захвате, это по-русски в восторге. В захвате, и по-украински в захват. В захвате. Очень вкусно. Такие дела. Все. Буду с вами прощаться. Сегодня, ну, ничего уже не буду такого снимать. Пойду своими делами заниматься. Мне там столько. Не могу вам рассказать. Это секрет. Все, Микось. Сейчас посуду поубираю. Помыла посуду. Посудомойку надо разобрать. Еще перед этим мыло посуду. Поубирать все. Вроде больше ничего вам не обещала. А то вечно что-то забываю. Вроде все рассказала. Все показала. Вот, и печка у нас уже есть. Потом вам покажу. И печка у нас есть. Будем. Если свет отключит, все. Термопод есть. Печка есть. Все есть. Потом вам. Может, завтра поснимаю. Покажу. Да, Микоська? Вот эта ноготь, конечно, расстроилась из-за ногтя. Я даже не увидела, где я его стукнула. Отломанный. Чем-то или ударила. Никогда у меня такого не было, чтобы ей лакса. Скорее, я ж только сделала. Мать, сколько хожу. Анечка всегда хорошо делает. Ну, пойдем. Сходим, переделаем. Ладно. Сегодня маленькое видео, ребятки. Поболтала с вами. Да губы красить. Сохнут губы. Сильно пересушивается. Хотя еще отопления нет. Что вы мне еще? Вспомни, что у меня спрашивали. Но я в комментариях отвечала. Когда видео снимала, Микоська там. София сыр давала Микусе. Да, я еще про сыр почитала, что вообще нельзя давать. Не буду давать. София без тапочек стояла. Полы у нас теплые. Да, полы теплые, но они не включены. Мы ходим сейчас в тапочках. А София бывает забегает, забывает обувать тапочки. А так в тапочках. Я тоже хожу в тапочках, хожу в тапульках. Потому что, ну, прохладный пол. В коридоре включила он. Женины тапочки стоят. Так что мы тут в коридоре, ой, в коридоре, в кухне ходим в тапках. Да, лохмачок. Пойдем прическу делать? Пойдем. Что-то, девочки, пока. Я со своим крабиком новым. Хожу очень удобные. Вот у кого длинные волосы, кто любит крабики, девочки, отлично. Вот этот, который я на Алиэкспресс заказывала. Знаете, вот снимаешь, он не цепляет волосы, не выдирает волоски. Отлично. Мне очень нравится. Миги, не трогай тапок, папы. Тягай тапки, чтобы я уделила ей внимание. Сейчас мы с тобой будем играть. Неси мяч, ищи. Где мячик? Где мячик? Давай, ищи. Ищи, Мики, ищи. Побежала. Ладно, все тогда. Пока-пока. Всем хороших выходных. Все. Вас люблю. Целую. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok